Глава 16. Бегство. Персия. Индия. Переход границы. Персия. Первое покушение. Москва требует выдачи. ЧК за работой. Агабеков. Хэштария и Тимуртаж. Через Персию. Ауздаб. Индия. Макдональд и Елена Гольфильдс. Я еду во Францию. В канун Нового Года, 31 декабря 1927 года, мы с Максимовым отправляемся на охоту. Максимов, собственно, предпочел бы остаться и встретить Новый Год в какой-либо веселой компании, но он боится, что его начальство, ну то есть ГПУ, будет очень недовольно, что он не следует за мной буквально по пятам, в самом буквальном его смысле. Мы приезжаем по железной дороге на станцию Людфабад и сразу же являемся к начальнику пограничной заставы. Я предъявляю документы, пропуска на право охоты в пограничной полосе. Не упуская момента, начальник заставы приглашает меня и Максимова принять участие в их товарищеской встрече Нового Года. Это приглашение из вежливости, и я отвечаю, что во-первых, приехал на охоту и предпочитаю выспаться и рано утром отправиться в самом свежем виде. Во-вторых, они, конечно, хотят выпить, скорее всего, в товарищеском кругу, но я ничего не пью и для пьющих компаний совершенно не подхожу. Мы с Максимовым отправляемся спать. Уже на другой день, 1 января, рано утром мы выходим и идем прямо на персидскую деревню. Через один километр в чистом поле и прямо на виду пограничной заставы я вижу ветхий столб. Это столб пограничный, дальше Персия. Пограничная застава не подает никаких признаков жизни, она вся мертвецки пьяна. А мой Максимов в топографии мест совершенно не разбирается и не подозревает, что мы уже одной ногой в Персии. Мы присаживаемся и завтракаем прямо на месте. Позавтракав я встаю, у нас по карабину, но патроны еще все у меня. А я говорю, Аркадий Романович, это пограничный столб и это Персия. Вы как хотите, а я в Персию. И навсегда оставляю социалистический рай. Пусть светлое строительство коммунизма продолжается без меня. Максимов потерян. Я же не могу обратно. Меня же расстреляют за то, что я вас упустил. А я предлагаю. Хотите, я вас возьму и довезу до Европы. Но предупреждаю, что с этого момента на вас будет такая же охота, как и на меня. А Максимов считает, что у него нет другого выхода. Он со мной идет в Персию. Мы приходим в деревню и пытаемся найти местные власти. Наконец, нам это удается. Власти заявляют, что случай далеко превышает их компетенцию. И отправляют гонца в административный центр, который находится в 20 километрах. Ганеджи возвращается поздно вечером. Мы должны ехать в этот центр. Но местные власти решительно отказываются организовать нашу поездку поздно ночью. И нам приходится ночевать в Людфобаде. Уже тем временем информаторы советов переходят границу. И пытаются известить пограничную заставу о нашем бегстве. Но застава вся абсолютно пьяна. И до утра 2 января 1928 года никого известить не удается. А утром того же дня мы уже выехали в центр дистрикта. И скоро туда прибыли. Не подлежит никакому сомнению, что если бы не было 1 января и встречи Нового года, то в первую же ночь советский вооруженный отряд перешел бы границу. Схватил бы нас. И доставил обратно. Этим бы моя жизнь и закончилась. Уже в центре дистрикта меня ждет новый, необыкновенный шанс. Это начальник самого дистрикта. Пазбан. В отличие от всей остальной местной персидской администрации. Трусливый, ленивый, подкупный и ко всему равнодушный. Этот человек умный, волевой и решительный. Оказывается, он прошел немецкую школу во время мировой войны. Он должен нас отправить в столицу провинции. Харасана в Мишет. Он мне объясняет, что между нами Мишетом горы в 3000 метров высотой, а колесная дорога только одна. И она идет в обход самих гор, приближаясь к Ашбаду. И против Ашбада проходит сквозь горы по глубокому ущелью. И перевал через город Кучан. Затем идет налево уже к Мишету. Послать вас по колесной дороге в Мишет, значит послать вас на верную смерть. С сегодняшнего дня там будет дежурить отряд чекистов с автомобилем, который вас схватит и вывезет в Советскую Россию. А единственный ваш шанс идти напрямик через горы. Здесь нигде нет дорог. Есть тропинки, по которым летом жители иногда ходят через них. Сейчас зима. Все занесено глубоким снегом. Но вы должны попробовать. Большевики в горы пойти не рискнут. А я вам дам проводников и горных лошадок. Не питайте никакого доверия к проводникам. Питайте полное и неограниченное доверие к горным лошадкам. Они найдут дорогу. Снаряжается караван. Мы начинаем подъем в горы. Странствование через горы, снега, обвалы, провалы и кручи. Продолжается 4 дня. 20 раз мы обязаны жизнью маленьким умным лохматым горным лошадкам, которые карабкаются, как кошки по невероятным обрывам. И вдруг скользят по краю кручи и сразу падают на живот, расставив все 4 лапы во все стороны. И этим удерживаясь от падения вниз по крутому склону. Уже в конец измученное, мы спускаемся наконец на пятый день в долину Мишеда. И уже в его подместях выходим на автомобильную дорогу. Здесь циркулирует грузовик на правах автобуса. Мы попадаем в него. Вовремя. Занимаем задние места. А сейчас же за нами в автобус садятся два чекиста. Но они вынуждены занять места перед нами. Они, вероятно, полагают, что мы вооружены. И ничего себе не позволяют. Мы доезжаем до Мишеда. А автобус довозит нас почему-то прямо до гостиницы. Нам объясняют, что это единственный отель европейского типа в городе. Туземцы останавливаются в караванных сараях. Мы очень устали и мечтаем о хорошей кровати. Перед сном в ресторане отеля пробуем выпить кофе. Когда кофе подан и мой спутник уже готов его пить, я останавливаю его. От кофе идет сильный запах горького миндаля. Это запах цианистого калия. От кофе мы отказываемся и поднимаемся в нашу комнату. Директор отеля Армянин Колтухчев объясняет нам, что свободна только одна комната, в которой он нас и ведет. Но у нее почему-то нет ни замка, ни задвижки. Говорит, они в починке. Ну а я вижу свободные комнаты. Но Колтухчев говорит, что они задержаны клиентами. Мы наскоро баррикадируем дверь в нашей незакрывающейся комнате при помощи стульев и с наслаждением растягиваемся на настоящих кроватях. Но сон наш длился недолго. Нас будет сильный стук в дверь. Полиция. Мы протестуем, но нас доставляют насильно в центральную полицию города. Назмия. Объясняя нам, что это для нашей же пользы. Начальник же полиции жесткий и сухой службист. По-русски он не говорит. Он нас выдворяет в своем кабинете и исчезает. Его помощник, чрезвычайно симпатичный перс, учился в России и хорошо говорит по-русски. От него мы наконец узнаем, в чем дело. Оказывается, во всех советских организациях с нашим приездом в Мишет началась необычайная суматоха. Информаторы полиции, следящие за советчиками, видели, как советский военный агент Пашаев, встретив с советским агентом Калтухчевым, директором нашей гостиницы, передал ему револьвер и яд. Полиция, сообразив в чем дело, устроила засаду под нашей дверью. Ночью Калтухчев поднимался с револьвером, чтобы нас ухлопать. А вслед за чем, его обещали сейчас же вывезти в советскую Россию. Но под нашей дверью его арестовали, а нас перевезли в полицию. На другое утро меня уже принимает сам губернатор Харасана. Это старый, хитрый, флегматичный перс. Он смотрит на меня с таким любопытством, но говорит мало. А по-русски он не говорит. И мы объясняемся с ним через переводчика. Я говорю переводчику, скажите, пожалуйста, господину губернатору, что Персия, как всякая цивилизованная страна, конечно, предоставляет право убежища политическим эмигрантам. Вместо того, чтобы переводить, переводчик меня спрашивает, а кто вам сказал, что Персия цивилизованная страна? Я ему говорю, кто сказал, это не важно. А вы переводите так, как я говорю. Он чешет за ухом. Дело в том, что губернатор может подумать, что вы над ним насмехаетесь. А вы все же таки переводите. Именно как я сказал. Сам губернатор, выслушав меня, отвечает мне, что вопрос обо мне он решить не может, что этот вопрос должно решать правительство, что он отправит правительству подробные донесения, а пока будут приняты все меры по моей безопасности, и что мне надо ждать ответа уже из Тегерана. Мы окончательно поселяемся в кабинете начальника полиции. Полиция имеет вид средневековой квадратной крепости с одним только входом. Помощник начальника полиции показывает мне на племя диких курдских всадников, расположившихся лагерем на площади перед полицией. Племя это нанято большевиками. Задача его при моем выходе из полиции налететь, зарубить и ускакать. Но полиция это хорошо понимает. И вообще-то я из полиции почти что не выхожу. А если выхожу, то под сильной охраной. Переговоры с Тегераном сильно затягиваются. Мой помощник, начальник полиции, держит меня в курсе дел. Затягиваются, собственно, переговоры между Тегераном и Москвой, которые требуют моей выдачи. Все последние годы между Персией и СССР были всегда трудные, четыре спорных вопроса, по которым ни одна сторона не уступала, настаивая на своем праве. Это были вопросы о рыбных промыслах в пограничной зоне на Каспийском море. Там много икры, о нефтяных промыслах и в особенности о линии границы, которая определяла, кому принадлежит очень богатый нефтепограничный район. За мою выдачу Сталин соглашается уступить Персам по всем этим спорным вопросам. И кажется, персидское правительство склоняется к тому, чтобы меня выдать. Мой милый Перс сообщает мне об этом глубоком. При Скорбии. В то же время, параллельно переговорам правительства, идет собственная работа ГПУ. Ведь 2 января, наконец, проснувшаяся застава доложила Ашбаду о моем бегстве. Заработал телефон с Москвой, ягода, видимо, проявил необычайнейшую энергию, а Сталин приказал меня убить или доставить в Россию во что бы то ни стало. В Персию был послан отряд, который ждал меня по дороге в Кучан, но так и не дождался. На аэроплане из Тегерана в Мишет прилетел резидент ГПУ в Персии Агабеков, и ему сразу же переводятся большие средства на организацию моего убийства. С большой энергией Агабеков берется за работу. Подготовка идет по разным линиям и успешна. Об этом всем он в 31 году в своей книге и расскажет. И когда все готово, вдруг Агабеков получает приказ из Москвы. Все надо остановить. Агабеков не понимает почему, когда уже все готово. Он обескуражен. Он не знает, что Москва получила заявление о моей выдаче, переданной по линии, о которой он и не догадывается. Интересна дальнейшая история Агабекова, ведь в 30-м году он переводится резидентом ГПУ в Турцию на место Блюмкина. В это время он сильно подозревает, что если его отзовут в Москву, то это для того, чтобы его расстрелять. К тому же он переживает роман о своей жизни. Он влюбился в молоденькую, чистейшую англичаночку, которой он признается, что он чекист и советский шпион. А англичаночка приходит в ужас и из Турции возвращается в Англию. А сам Агабеков покидает свой чекистский пост и по подложным документам следует за нею. Родители ее сообщают обо всем это властям, и Агабекову приходится уехать во Францию. И вот здесь становится очевидным, что он советами порвал, а по требованию самих советов его из Франции высылают. Основания на то есть, ведь он приехал по подложным документам, и ему, в конце концов, дают убежище Бельгия. Там он пишет книгу ЧК «За работой», которая выходит на русском и на французских языках. В ней одна глава, страниц 10-15, посвящена подробнейшему рассказу, как он организовал мое убийство. В 32-м году я имею возможность его встретить лично в Париже. У него вид и психология, ну и типичного чекиста. Он живет в Бельгии, и начальник бельгийской полиции, барон Фельгюльст, рассказывает мне, чем же его покорил Агабеков. Полиция, конечно, обращается к нему как к специалисту по вопросам советского шпионажа, а как-то в результате какого-то ловко организованного советами инцидента бельгийская дипломатическая почта попадает на час, но в руки советов. Но бельгийские власти успокаиваются, ведь все конверты дипломатической почты возвращаются в целости и сохранности, прошитые и запечатанные. АГПВ все-таки прочло, говорит Агабеков. Фельгюльст отвечает, что это невозможно. А Агабеков предлагает, возьмите какой-нибудь документ, положите в конверт, прошите, запечатайте и дайте мне на полчаса. Так и делается. А Агабеков берет пакет, удаляется, и через полчаса возвращается, и возвращает Фельгюсту пакет целости и сохранности, так же, как и пакет с документами, но сообщает в точности содержание этих документов. За Агабековым ведется правильная охота. В 37-м году, во время Испанской гражданской войны, большевики находят его и слабое место. Он остался чекистом, ничем не брезгует, и не прочь заработать на продаже красным картин, награбленных ими в Испании, в церквях или у буржуев. Под этим же предлогом чекисты через подставных лиц заманивают его на испанскую границу, дают удачно пройти двум выгодным операциям, где он зарабатывает немало денег. Все это для того, чтобы заманить его в третью, где он уже попадет на границу, прямо в ловушку. Его убивают, и труп его, затянутый на испанскую территорию в горы, находят только через несколько месяцев. Мой милый помощник, начальника полиции, приходит совсем расстроенный. Ведь из Тегерана от правительства получен приказ привезти меня в Тегеран, а по сопровождающим этот приказ сведениям переезд не предвещает для меня ничего хорошего. Мой милый Перс считает, что я буду выдан большевикам. И вот пришло мое время переходить в атаку. До революции в Персии был русско-персидский банк. Как мне говорили в Ашбаде, будущий шах служил в те времена в вооруженной охране банка. После большевистской революции банк заглох, но с НЭПом возобновилась торговля с Персией, и все торговые дела шли через банк, который практически их монополизировал. А во главе банка стоял некий Хаштария, который установил с советами очень хорошие отношения. Он часто приезжал в Москву, и его принимал директор государственного банка. Которым в то время был Пятаков. В один из своих визитов Хаштария говорит Пятакова, «Хотело ли бы ваше правительство, чтобы вашим агентом стал?» Конечно, за высокую мзду. Один из наиболее видных и влиятельных министров персидского правительства. К тому же, личный друг Шаха. Пятаков ответил, что в принципе это очень интересно, но каковы условия? Хаштария назвал денежные условия такого сотрудничества, но кроме того, потребовал, чтобы кроме Пятакова и Политбюро, он, видимо, недурно был осведомлен о подлинном механизме советской власти. Это оставалось никому неизвестным. Даже ГПУ, спросил Пятаков, в особенности ГПУ, это основное условие. Если ГПУ будет в курсе дела, рано или поздно какой-то сотрудник ГПУ бежит от вас, откроет секрет, и это будет стоить головы и министру, и мне. Пятаков обещал войти с докладом в Политбюро. Это-то он и сделал. Условия были приняты, а главное требование было уважено. Об этом советском агенте знали только члены Политбюро. Пятаков, через которого шла связь, и, понятно, я, как секретарь Политбюро, и министр двора Тэмурташ, личный друг Шаха, стала агентом Москвы. Ему заплатили чрезвычайно ловкой комбинации, ведь Пятаков докладывал, а Хаштария на подставное лицо покупает огромное имение. При этом покупатель будто бы и не имеет вовсе нужные средства, и на остаток гипотекирует имение в Русско-Персидском банке. Затем он вовремя не может уплатить ни проценты, ни ссуду. Банк предлагает Тэмурташу выкупить имение только за цену гипотеки и в кредит, но и эту небольшую сумму ему не надо вносить. Хаштария продает маленькую часть имения, и этим покрывает долг. Кажется, так операция и была проведена, и Тэмурташ стал богатым человеком. С того времени Тэмурташ стал богатым человеком. Москва его не тормошила по пустякам. Он держал Москву в известности только по самым важным и основным вопросам политики персидского правительства. Но, видимо, сейчас, по вопросу моей выдачи, он был мобилизован и употреблял свое влияние, чтобы убедить правительство Персии, что надо пользоваться случаем. Цена, за которым меня предлагала Москва, достаточно высока. После извещения моей поездки в Тегеран я переждал день, ровно день до пятницы, ведь в Персии этот день соответствовал нашему воскресенью. Учреждения закрыты, и все отдыхают. Я вызвал начальника полиции, а его в городе нет, он на даче, тогда помощника начальника полиции. Он-то и прибыл. Я ему сказал, что хочу экстренно видеть губернатора Харасана. Его тоже нет в городе. Он на даче. Этого я и хотел. Так как дело очень важное, и мне нужно срочно передать властям секрет большой важности, я прошу, чтобы меня сейчас же принял Эмилякшир, командующий Харасанским военным округом. Эмилякшир ответил, что он меня уже ждет. Я знал, что будучи Персом, он учился еще до войны в русском военном училище, и таким образом был русским офицером, и хорошо говорил по-русски. Кроме того, он был близок к Шаху, Эмилякширу я сказал, что мне известно, как вероятно, и ему, что правительство вызывает меня в Тегеран, и кажется, склонно меня выдать большевикам. Я не думаю, что вы этой операции сочувствовали бы. Но Эмилякшир ответил, что это дело правительства, и дело политическое, а он же военный, занимается военными делами, и к этому никого отношения не имеет. Я его спросил, может ли он не оказать одну услугу? Вероятно, во время поездки меня будет сопровождать вооруженная охрана, которую дадите вы. Эмилякшир подтвердил, меня будет сопровождать унтрофицер и четыре солдата. Можете ли вы выбрать всех пятерых так, чтобы они были неграмотны? Эмилякшир улыбнулся. В Пересе, где 80% населения было неграмотным, это не представляет ни малейшего труда. Это он мне обещает. Вот, теперь перейдем к очень важному делу, по которому я хотел вас видеть. Я прошу вас немедленно отправиться в Тегеран, повидать лично Шаха и лично наедине сказать ему, что министр двора Тимуртаж советский агент. Это совершенно невозможно! Тимуртаж самый влиятельный член правительства и личный друг Шаха. Тем не менее, это верно, и я привел ему все доказательства. На другой же день Эмилякшир вылетел в Тегеран и сделал доклад Шаху. Шах произвел следствие, проверку моих доказательств. Проверка их полностью подтвердила, и Тимуртаж был арестован, предан военному суду по обвинению в государственной измене. Суд приговорил его к смертной казни. В один из ближайших дней я и Максимов отбываем на автомобиле с Унтером и четырьмя солдатами. Дорога шла на юг. В сорока километрах от Мишеда дорога разветвляется. Вправо она идет на Тегеран, а прямо на юг она идет к Дуздабу на индийской границе. Я приказал ехать на юг. Унтер был очень удивлен. Мне сказали, мы едем в Тегеран. Тебе это сказали, чтобы сбить с толку большевиков. Но мы едем в Дуздаб. Целых четыре дня наш бодрый перегруженный додж шел почему-то очень отдаленно напоминающему дороги. Как говорят персы, бог потерял дорогу, а шофер нашел. Ехали по тропинкам, полям, пересохшим руслом реченок. Но в конце концов все же доехали до Дуздаба. Солдаты с винтовками оказались очень кстати. По дороге какие-то бандиты ничего не имели против того, чтобы ограбить путешественников. Тем более в автомобиле. Но вид солдат с винтовками сразу их успокаивал. А вот губернатор Дуздаба, получив пакет, адресованный вероятно тегеранским или военным властям, ничего не понял. Я его попросил отпустить солдат, который тут ни при чем, так как это я дал распоряжение сопровождающей меня охране ехать в Дуздаб. Он сказал, что должен запросить инструкции у Тегерана, а пока предоставил наше распоряжение маленький, а довольно обособлено стоявший домик. Так как, по общему мнению, телеграммы в Персии ходили на верблюдах, то я полагал, что переписка губернатора с центром даст мне достаточно времени, чтобы подготовить следующий шаг, перейти еще одну границу, ну то есть индийскую, и сделать это, конечно, не спрашивая разрешения у персидских властей. Но оказалось, что я ошибся, считая, что у меня много времени. На второе утро нашего пребывания в домике, когда мы, сидя на заваленке, обсуждали положение, выскочили два субъекта чекистского вида с револьверами. Мы ретировались внутрь домика с рекордной быстротой. Очевидно, чекисты решили, что сейчас же из дома последует стрельба, потому что с такой же быстротой они бросились в автомобиль и спешно отбыли. Если бы они знали, что у нас никакого оружия не было, события бы развернулись, по-видимому, совсем иначе. Во всяком случае, стало ясно, что надо спешить. В Дуздабе к тому времени был английский вице-консул, основная деятельность которого заключалась в скупке и беспошлиной отправке в Англию персидских ковров. При этом разведку информацию наладили ему по видимости большевики, ведь когда я пытался его видеть, он меня принять отказался, но потом уже в Индии было выяснено, что его большевистские информаторы доложили ему, что мы немецкие агенты. Но прямо перед нами была огромная, персами отнюдь неохраняемая граница с Белуджистаном. Неохраняемая, так как ценишла Белуджайская пустыня, сухая и выжженная солнцем, но для англичан по ту сторону границы несло некоторую охрану полудикое Белуджское племя. Надо было быстро найти пути. На рынке Дуздаба я разговаривался с индусскими торговцами, спрашивая у них, какой из местных индусских коммерсантов человек англичан и пользуется их доверием. Мне на такого указали. Я предложил ему отвезти меня в распоряжение сторожевого Белуджского племени по ту сторону границы, что он с наступлением ночи и сделал, отвезя нас на автомобиле к Белуджам. С предводителем их племени я быстро сговорился. Он снарядил караван из трех-четырех воинов и нескольких верблюдов, и мы отправились через Белуджскую пустыню. Надо в скобках заметить, что когда мы покинули Советский рай, у нас не было ни гроша в кармане, и до сих пор все путешествия шли за счет его величества Шаха, а с этого момента за счет его грациозного величества английского короля. По крайней мере, ни я, ни вождь племени не имели на этот счет никаких сомнений. Было так жарко, что наш караван мог идти только ночью. При этом езда на верблюде выворачивает у вас наизнанку, и добрую часть пути вы предпочитаете делать пешком. Мой спутник Максимов к тому же поссорился с какой-то верблюдихой, грубо пнув ее ногой в морду, а верблюдиха ничего не сказала, но в пути старалась занять позицию за его верблюдом, и держась на расстоянии двух-трех метров, чтобы он не смог достать ее ногой, очень метко в него плевала. К его советскому словарю она была равнодушна. К тому времени это было наше третье путешествие. Первое было через горы на лошадях, второе через персию на автомобиле, третье через Белужскую пустыню на верблюдах, и по странному совпадению каждая из них длилась четыре дня. На пятое утро мы вышли на железнодорожную линию, и я обратился к местному английскому резиденту. Английский язык мой оставлял желать лучшего, и что и как понял резидент из разговора я не знаю, но он сейчас же отправил в Симлу длиннейшую телеграмму, и на другой день за мной пришел салон-вагон, в котором вице-король и министры Индии обычно совершали свои служебные поездки. После верблюдов этот способ сообщения был очень приятен, в особенности ванна, и повар почтительно осведомлялся, какое меню нам будет угодно. Уже после того, как я все это написал, я случайно узнал, что моему удачному переезду в Индию я был гораздо меньше обязан своей инициативе, чем тому, что у меня был ангел-хранитель, о котором я и не подозревал. Это был английский консул Систани, Скрин, который не без труда убедил индийскую администрацию в необходимости моего переезда в Индию. Зимняя столица Индии была в Дели, но летом там так жарко, что англичане выстроили себе над горках Гималаев на высоте трех тысяч метров летнюю столицу Симлу. Это был чисто административный и искусственный город. Кроме правительственных учреждений, там было только обслуживающий персонал и магазины. Иностранцы туда, кажется, вообще не допускались. Англичане приняли меня хорошо, поселили нас в хорошем отеле, и вид у наших костюмов после наших путешествий был очень непрезентабельный. Англичане нашли элегантный выход из положения. В штабе английской армии Индии шла экзаменационная сессия для офицеров штаба по русскому языку. Я был приглашен в число экзаменаторов и на полученный гонорар не только сделал себе и Максиму новые костюмы, но и имел достаточно денег на мелкие расходы. Мы прибыли в Индию уже в начале апреля. Началась переписка с Лондоном. Длилась она очень долго. Местные понимали, что я представляю россыпи всяких сведений и важных о советской России и что я вовсе не собираюсь сделать из них секрета, а наоборот, считаю своим долгом делиться ими со всякими противниками коммунизма. Но, очевидно, не имея возможности их использовать, они предпочли предоставить эксплуатацию этих россыпей квалифицированным людям из метрополии, а пока что оставили меня в покое. Свободного времени у меня было много. Я здесь себя чувствовал в безопасности и гулял по окрестностям Симлы. Во время одной из прогулок я пришел в какой-то индусский храм, из которого навстречу мне высыпало оживленное племя обезьян. К моему удивлению, глава племени подошел ко мне и протянул руку. Пораженный такой вежливостью, я протянул ему в ответ свою. Тут же все и выяснилось. Ведь проходящие мимо туземцы приносят этим священным животным всякие лакомства, и глава племени обезьян искал в моей руке то, что я ему принес. Сами переговоры о продолжении моего пути в Европу я вел с начальником Intelligence Service Индии сэром Айзенмонджером. Он тоже был для меня источником удивления и на этот раз чрезвычайно приятного. Это был совершенный джентльмен абсолютной порядочности, а между тем его работой была разведка и контрразведка, то, что делала и наша ГПУ. А сопоставляя этого джентльмена с ГПУшной сволочью, я поражался разницы. В ожидании новостей из Лондона я читал и, насколько позволяла жара, играл в теннис. Сэр Айзенмонджер плохо объяснял мне, почему же так долго длится переписка с Лондоном. Во всяком случае, я понимал, что правительство затягивает это дело потому, что английская рабочая партия чрезвычайно в это время прокоммунистическая, а во главе со своим лидером Макдональдом собирается использовать историю со мной, чтобы причинить правительству всякие неприятности и, в частности, неприятные прения в палате, которых правительство хочет избежать и поэтому всячески мое дело затягивает. Мне очень хотелось вылить в прессе хорошенький такой ушат холодной воды на горячий прокоммунизм Макдональда и рабочей партии. И ушат был у меня в руках, но я вовсе не был уверен, что если я его передам Айзенмонджеру, из этого что-нибудь получится. Я сохранял свое оружие для лучших времен, а оружие заключалось в следующем. Когда Советы ввели свою жульническую концессионную политику, в числе пойманных на эту удочку оказалась английская компания Лена Гольдфильдс. Компании этой до революции принадлежали знаменитые золотые россыпи на Лене. Октябрьская революция компанию этих россыпей лишила, а россыпи не работали, а оборудование пришло в упадок и было разрушено. С введением НЭПа большевики предложили россыпи в концессию, а компания вступила в переговоры. Большевики предложили очень выгодные условия. Компания должна была ввести все новое оборудование, драги и все прочее, наладить производство и могла на очень выгодных условиях располагать почти всем добытым золотом, уступая лишь только часть большевикам по ценам мирового рынка. В сам договор большевики ввели такой пункт, что добыча должна превышать определенный минимум в месяц, но если она упадет ниже этого минимума, договор расторгнется и оборудование перейдет во в собственность советом. Но при этом советские власти без труда объяснили консессионерам, что им главная забота как можно большая добыча и они должны оградить себя от того, что консессионер по каким-то своим соображениям захотел бы заморозить прииски. Компания признала это логичным и этот пункт охотно приняла. В ее намерениях отнюдь не было заморозить прииски, а наоборот, она была заинтересована в возможно более высокой добыче. Было везено все дорогое и сложное оборудование, английские инженеры наладили работу и прииски начали работать полным ходом. Но когда Москва решила, что нужный момент наступил, были даны соответствующие директивы в партийном порядке и вдруг рабочие приисков взбунтовались. Уже на общем собрании они потребовали, чтобы английские капиталисты им увеличили заработную плату, но не на 10% или 20%, а в 20 раз, что было совершенно невозможно. Требование это сопровождалось и другими, столь же нелепыми и невыполнимыми. И была объявлена общая забастовка. Представители компании бросились к местным советским властям. Им любезно разъяснили, что у нас есть власть рабочая, и рабочие вольны делать то, что считают нужным в своих интересах. В частности, власти никак не могут вмешиваться в конфликт рабочих с предпринимателем и советуют решить это дело по любовным соглашениям, переговорами с профсоюзом. Переговоры же с профсоюзом понятно ничего не дали. По тайной инструкции Москвы профсоюз ни на какие уступки не шел. Представители компании бросились к центральным властям, но там им любезно ответили то же самое. У нас рабочие свободны и могут бороться за свои интересы именно так, как находят нужным. Забастовка продолжилась, а время шло, добычи не было, и главкон ССКОМ стал напоминать компании, что в силу вышеупомянутого пункта договор будет расторгнут, и компания потеряет все, что она везла. Вот тогда-то компания Лена Гольффельдс наконец сообразила, что все это жульническая комбинация, и что ее просто-напросто облапошили. Она обратилась в английское правительство. Вопрос обсуждался в английской палате. Рабочая партия и ее лидер Макдональд были в это время чрезвычайно прокоммунистическими. Они ликовали, что есть наконец-то страна, где рабочие могут поставить алчных капиталистов на колени, а власть страны английское правительство обратилось к советскому с нотой. Эта нота обсуждалась в политбюро. Ответ, конечно, был в том же жульническом роде, что советское правительство не считает возможно вмешиваться в конфликты профсоюза с предпринимателем, а рабочие в Советском Союзе свободны делать то, что хотят. Во время прений берет слово Бухарин и говорит, что он читал в английских газетах отчет о прениях, происходивших в палате общин. Самое говорит Бухарин, что эти кретины из рабочей партии принимают наши аргументы за чистую монету. Этот дурак Макдональд произнес горячую филипику в этом духе, целиком оправдывая нас и обменяя компанию. Я предлагаю послать товарища Макдональда секретарем укома партии в Кыштым, а в Лондон послать премьерам Мишу Томского. Как разговор переходит в шуточные тона, Каменев, который пресветательствует, возвращает прений на серьезную почву и перебивая Бухарина, говорит ему ну полушутливо, ну предложение, пожалуйста, в письменном виде. Лишенный слов, Бухарин не успокаивается, берет лист бумаги и пишет постановление секретаря ЦК ВКП от такого-то числа назначить Т. Макдональда секретарем укома в Кыштым, обеспечив прайс по одному билету с Т. Уркартом Т. Томского, назначить примером в Лондон, предоставив ему единовременно два крахмальных воротничка. Этот лист идет по рукам. Сталин пишет «За» и «Сталин». Зиновьев не возражает, а последним голосует Каменев и предлагает лист мне для оформления. Я храню его в своих бумагах, а популиковать бы все это в печати. Это был бы хороший удар по этим безмозглым прокоммунистам и по Макдональду, но это надо сделать толково, пока не вижу как. А в один прекрасный день, играя в стимли в теннис, я жду со своим случайным партнером, когда кончится предыдущая партия и освободится для нас площадка. Мой собеседник Рыжий Ирландец. Он знает, кто я и задает вопросы о Советской России. В пять минут разговора я убеждаю, что он человек чрезвычайно умный, с живой мыслью, прекрасно осведомленный о Советской России и очень хорошо разбирающийся в советских делах. Я спрашиваю у других партнеров, а кто это? Это О'Хара, министр внутренних дел Индии. Вот это человек для моей бухаринской бумажки. Я говорю ему, что у меня есть к нему важное дело. Назначено свидание на завтра. Придя к нему, я показываю бумагу, перевожу ее и объясняю, в чем дело. Вы можете передать это нашему правительству? Я говорю, что это как раз мое намерение. И вы можете нам написать объяснительную записку, объясняя, как же все это произошло? Конечно могу. Вы не представляете, какую услугу вы оказываете Англии, говорит О'Хара. Бумага тут же с объяснениями идет в Лондон. Но вслед за тем, ни в Индии, ни во Франции, я же не нахожу в печати ни малейшего ее следа. По моей мысли, английское правительство то ли должно воспользоваться случаем и передать ее в прессу. Это был бы хороший удар по прокоммунистам, но в процессе она не появляется. Но только потом, уже будучи во Франции, я имею случай говорить с помощником начальника Интеллигент Сервис. Я расскажу об этом дальше. Это учреждение обращается ко мне с просьбой произвести экспертизу подложных протоколов Политбюро, которые фабрикует и продает ему ГПУ. Я же ему рассказываю о документе, который я передал О'Хара и говорю, что было бы очень жаль, если бы он погиб где-нибудь в ящике письменного стола. Он же мне отвечает, что ничего не слышал о таком документе, но когда будет в Лондоне, спросит у своего шефа. Уже через некоторое время, вернувшись из Лондона, он сообщает мне о судьбе этого документа. Документ к тому времени, прибыв уже в Лондон, попал прямо к премьер-министру, а вместо того, чтобы передать его в печать, премьер-министр поступил гораздо остроумнее. Он вызвал начальника Intelligent Service и сказал ему, будьте добры, попросите аудиенцию у лидера оппозиции, мистера Макдональда. В личной встрече передайте ему лично, в собственные руки, этот документ, который я получил. Я считаю, что так как этот документ касается лично мистера Макдональда, он должен быть передан ему лично. Начальник Intelligent Service так и сделал. Документ произвел на Макдональда чрезвычайное впечатление. Макдональд был человек не такого уж блестящего ума, но человек глубоко порядочный. Он был создателем и бесспорным лидером английской социалистической партии. Он питал полнейшее доверие к русскому большевизму и всячески его поддерживал бескорыстно и убежденно. Вот теперь он узнал, что о нем думает сама Москва. И он узнал из документа совершенно бесспорного. Он очень сильно пережил этот удар. На некоторое время отошел отдел, уехав в родную Шотландию, но прервав все, стал таким же убежденным антикоммунистом и пытался увлечь за собой свою партию. А между тем это оказалось не так-то и легко. Когда он порвал с русским коммунизмом, то только часть партии пошла за ним. Это и понятно. И при том меньшее. Но это позволило созданию в Англии во время тяжелого экономического кризиса 1931 года правительства национального единения. Меньшая часть рабочей партии с Макдональдом плюс консерваторы имели большинство в палате. Консерваторы предоставили Макдональду возглавить правительство. Это было небывалое правительство Тори и социалистов на базе антикоммунизма. Надо сказать, что затем неустанной борьбой внутри социалистической партии Макдональд постепенно перевел ее большинство с прокоммунистической позиции на антикоммунистическую. А мое пребывание в Индии все более затягивается. Вдруг неожиданно оказывается, что она основана на недоразумении. В начале августа я теряю терпение и начинаю подозревать, что английские власти меня вводят в занос и истинных причин запоздания мне не сообщают. Я говорю о моих сомнениях Айзен Монжеру. Он, видимо, находит мои подозрения обидными и, чтобы разуверить меня, показывает мне секретную переписку по моему поводу от министра по делам Индии вице-королю. Собственно, он и не должен мне ее показывать, ведь переписка секретна. А что мне секретно, это то, что англичане для индусов поддерживают миф, что вице-король огромная фигура с огромным авторитетом. А на самом деле он театральная пешка и подчинен министру по делам Индии, который уже им и командует. Но не это меня интересует. Я вижу из переписки, что все время остается в силе вопрос о неприятностях, которые может причинить правительству и палате оппозиция по моему поводу. Но по какому же поводу? Оказывается, потому что английское правительство даст мне право убежища в Англии. Но ведь я никогда не выражал ни малейшего намерения ехать в Англию и никогда об этом не просил. Как удивляется Айзен Монжер, но ведь вы в первом же разговоре выразили желание ехать в Европу. Конечно, в Европу, но не в Англию. Говоря о Европе, я не отдал себе отчета, что для англичанина в Индии, ехать в Европу это и значит ехать в Англию. И все затруднения связаны именно с этим. Я уверяю Айзен Монжера, что я не имею ни малейшего желания ехать в Англию. А куда же вы хотите? Я хочу во Францию. Ах, как жаль, что вы сразу этого не сказали. Вы бы уже давным-давно поехали во Францию. И действительно, я еще в Москве решил, что я еду во Францию. А по старому довоенному путеводителю, по Франции не нашего, я даже выбрал себе отель, в котором я остановлюсь, приехав уже в Париж. Не зная Парижа и полагая, что в Париже, как и в Москве, интереснее всего жить в самом центре, что, конечно, совершенно и неверно. Я выбрал себе отель Брис Оперы и биржи, а отель Вивьен на улице того же имени. Дальнейшие события разворачиваются очень быстро. Английское правительство просит у французского предоставить мне право убежища во Франции. Французская соглашается, и французский консул в Калькутте ставит мне постоянную визу на проживание во Франции. И в середине августа 1928 года я с моим Максимовым сажусь на Бомбее на пароход Пент-О-компании. 20-тысячную Малойю и через две недели путешествия высаживаюсь в Марселе. Беру поезд в Париж, приезжаю в Париж и на Лионском вокзале говорю шоферу такси, наслаждаясь моментом, который я предвидел еще в Москве. Отель Вивьен на улице Вивьен. У Тэффи есть такое очаровательное место. В жаркий июльский день 1921 года из метро на площади Конкорд вышла личность в очень потертом пиджачке и видавшей виды шляпе. Личность зашумурилась от жаркого июльского солнца, постучала пальцами по парапету и сказала «Все это очень хорошо, но кафар? фартуке?» Вот так и началась история русской эмиграции.